Так, сатурация у нас хорошая, 99%, СПО 99%, так, пульс 88%. 72-летняя Мария Голованова за здоровьем следит, но чаще в домашних условиях. Ведь в родном поселке Володарского амбулатория небольшая, и многих специалистов там просто нет. Ездить в поликлиники других поселений округа пенсионерке не на чем. Да и тяжело, возраст. Поэтому над предложением с комфортом на микроавтобусе поехать в Южную поликлинику в поселке Дрожжино, чтобы пройти диспенсеризацию, Мария Николаевна долго не думала. Мы все прошли и анализы дали. Врач мне понравился, терапевт. О, все хорошо. Что-то новое про свое здоровье узнали? Ну, новое то, что мне не надо такие таблетки пить, терапевт сказала. Теперь будете дальше, да, обращаться? Мне нужно обратиться к неврологу. Так и, как Мария Голованова, в этот день в Южной поликлинике было больше дюжины. В основном это участники губернаторской программы «Активное долголетие» поселка Володарского. Им посчастливилось стать первопроходцами акции по диспансеризации людей старше 60 лет. Ко мне обратился заведующий нашего Володарского амбулатория Осанов Тимур Мадасирович. И рассказал, что у нас идет диспансеризация, что нам из Центра Веры дадут автобус, и надо собрать было людей. Долгу уговаривать их не пришлось, потому что диспансеризация, она необходима для людей всегда. Акция по диспансеризации пожилого населения в Южной поликлинике поселка Дрожино продлится до конца года. Доступна каждый будний день. При поддержке руководства Центра Вера автобусы будут централизованно привозить группы людей из разных уголков Ленинского округа. В медицинском учреждении пенсионеры смогут получать широкий спектр услуг. Они сдали кровь на необходимые показатели, прошли кардиограмму, флюорографию, маммографию, консультацию терапевта, измерение глазного давления, артериального давления, сбор анамнеза. И, соответственно, через несколько дней уже будет полное заключение. Свои заключения участники акции смогут получить в амбулатории своего поселения. Весь процесс диспансеризации у пенсионеров занял не более двух часов. Врачи такие чуткие, выслушают хорошо, что надо, посоветуют. Так что довольно. В общем, не зря приехали. Время здесь побыли. Очень хорошо. Мне понравилось. Довольны остались не только пациенты, но и врачи Южной поликлиники, которые максимально старались создать все условия для удобства пожилых людей. Спасибо. Накормили, напоили, полечили. Мы очень рады. Юлия Погосян, Кирилл Аванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.